Самое элементарное средство защиты от нежданных гостей на садовом участке – надежные замки на дверях дачного домика и калитки. Но, как показывает практика, не всегда запорное устройство становится преградой для злоумышленников. Для того, чтобы обезопасить свое имущество, можно прибегнуть к современным средствам защиты. Если есть возможность сдавать под охрану свой садовый участок, например, того, если будет попытка проникновения, сработает охрана пожарной сигнализации и прибудут сотрудники. По статистике, кражи денег, сотовых телефонов и других ценностей происходят даже тогда, когда на участке находятся люди. Пока садоводы поливают грядки, преступники могут пробраться в домик. Полицейские настоятельно рекомендуют не забывать о правилах безопасности, находясь на территории своего огорода. Убедитесь, что вход на него закрыт, вход в садовый домик тоже закрыт, либо постоянно находится в вашем поле зрения. Вот эти факты у вас обезопасят от хищения вашего имущества на момент, когда вы находитесь в одном участке. Чаще всего сдач пропадают электроинструменты, изделия из цветного металла и все то, что можно продать в кратчайшие сроки. Но не только желание присвоить себе чужое имущество движет теми, кто проникает на чужие садовые участки. Чтобы выделяли внимание тому, что не растут ли какие-то дикорастущие растения, такие как мак, которые могут привлечь внимание лиц склонок к тюлению наркотических средств. Чтобы если такие растения росли, они на ранних стадиях просто удирали, удаляли и все. И можно избежать, что воришки в участок не залезут. Кража сдачи огородов, к счастью, носит сезонный характер. В этом году в дежурную часть полиции поступило только одно заявление о пропаже личных вещей садового участка. Таря Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.